Вот я вообще удивляюсь, что есть у нас такие люди, что могут чеченцев заставить что-то как-то сделать. Мы же не покорный народ, всегда история нашего народа. Уже завтра, он говорит, в течение дня, это значит, ни одной волосинки на вас быть не может, он говорит. Он причем здесь не уточняет даже, что это голова. Он говорит, просто ни одной волосинки на вас. Вы пройдете, дымая без, пора вот там, так, из-за хата, из-за интернета, то там еще возрастные такие жесткие вопросы, которые присылали, которые писали всякие провокаторы, непровокаторы, всякие полусумасшедшие даже люди. На самом деле я на полном серьезе все эти вопросы собрал, весь жителькач, который есть в интернете, и на этом в двух листах их собрал. Давайте вот начнем, наверное, с вопроса отсюда, из инстаграма. Я буквально просто скопировал этот вопрос. Вот человек пишет, во всей республике висят портреты Ахмада Кадырого и Рамзана Кадырого. Зачем людей заставляют их вешать? Что хатерам, мужам, Рамзану Кадырого? Я вообще удивляюсь, что есть у нас такие люди, что могут чеченцев заставить что-то как-то сделать. Мы же непокорный народ, всегда в истории нашего народа. Представьте, это не против меня они, а против народа они. Пишут такие статьи. А если есть, если их береже к ним относятся, значит мы продолжаем достойно дело нашего первого президента, герой России, Ахмада Кадырого. У нас как насильно милый будешь. Я уверен, я уверен в том, что никак мы не сможем добиться насильно заставить наш народ как-то там ввел то, чего они не хотят, что-то, то, чего им не нужно. Поэтому я очень люблю свой народ. И Ахмад Кадырый очень сильно любил и отдал свой язык ради народа. Если висят наши портреты, то я считаю, что это нормально. Ну я несколько раз говорил, и убирали мы портреты, и говорил, что есть президент Путин, есть наш первый президент Ахмад Хаджи. Мой там личный, но все равно, да, он, кто-то, как бы, это мое личное, да, он, куда вы, там, да, и были разборки, да, он был дурмедским муниципальным образованием, там, руководством, когда я сказал, да, он, чтобы убрали портреты, да, он, один на своем там торговой цене где-то был, там, они у них разборки были, да, он, что он не уберет, то. Ну, и я, ну, некоторые хотят, вот, преподнести это, там, как культ личность, туда-сюда, что я, ну, что-то, они думают, что мне это нравится, мне это нравится, да, когда я себя вижу, когда я слышу себя, мне бывает неудобно, неловко, да, когда я еду куда-то, там, если в колонне мы едем, когда гости приезжают, вот так, вот так, не бывает неудобно перед людьми, да, я родился в селе, я сел в селе, парень, я вырос в селе, да, я, не знаю, нет у меня в душе, но, этот, любовь, там, к власти, там, или гордиться этим, восхищаться у меня этого нету, да, никогда не было, хвала Аллаху, да, дай Аллаху, чтобы никогда не было, да. Я сразу же, в самом начале, я понимаю, что будет много вопросов про эти лысины, я хочу сказать одно, я настолько понимаю, вот, проблему, которая там сейчас существует в Чечне, я, я просто жил там, я знаю, я сталкивался с этим вопросом, когда это касалось бороды, сегодня ровно такая же ситуация с этими лысинами. Это, конечно, смешно, с одной стороны, да, но, когда я вспоминаю вот тех людей, живущих там, в Чечне, и понимаю их положение, когда не бритье своей головы воспринимается как выход против системы, попытка выпендриться, показать, что ты, значит, прешь против течения, ты что, хочешь свергнуть государственный строй, что ли, ты что, оборзел, что ли, вот, когда вот так это воспринимается, это, на самом деле, огромная проблема. Я прекрасно понимаю людей, которые не хотят делать лысину, они не хотят свою голову брить, вы понимаете, он не хочет, он хочет пойти в барбершоп, сделать нормальную прическу, допустим, или просто не хочет, он вообще никакой прическу делает, но ему его волосы дорогие, вот, он не хочет их убирать. Или, может быть, он, в принципе, любит даже лысину, но именно вот в этот момент, когда ее все делают по указке, он не хочет эту лысину делать. И вот этих людей я прекрасно понимаю, сейчас они будут, по ним будут проводить отдельную охоту. Это звучит смешно, да, наверное, где-то в средней полосе России сейчас думают, ну, что ты там рассказываешь из-за лысины, сейчас что, будут там людей, что ли, наказывать? Да, будут, еще как будут. Как они наказывали из-за усов сбритых людей, как они наказывали людей из-за длинных бород, бород, как это правильно сказать? И также будут сейчас это делать из-за лысин. И, кстати говоря, уже есть аудиосообщения, я их выкладывал у себя в Инстаграме, дам сейчас вам их прослушать. Где объясняют, что будет с человеком, который попрет против системы. Вот, слушаем. Это на чеченском языке они говорят, что все камазисты должны быть лысыми, говорит завтра. Кто не будет лысым, у того, значит, машину камаз отберем, побреем и отправим его домой. Указание говорит всем, обязательно должны, говорит, побрить головы. Завтра в течение дня уже цаадон. Тях дон. Сачо бош. Хлищачун. Уже завтра, он говорит, в течение дня. Сачо бош. Хлищачун. Это значит, ни одной волосинки на вас быть не может, он говорит. Он причем здесь не уточняет даже, что это голова. Он говорит, просто ни одной волосинки на вас быть не должно. Обязательно все должны побриться на лысину. Как все услышали, отчитать девочки. Вот такая вот ситуация. И это на самом деле абсолютно не шутки. Это не шутки для человека, для которого неохота играть в эти игры. Который не хочет под чью-то указку брить свою голову. У которого есть какое-то чувство собственного достоинства. Для таких людей это не шутки. Я их очень хорошо понимаю и хочу сказать вам, дорогие мои братья. Хорошо, что сестер это еще не коснулось. Я вас так понимаю. Вы сейчас находитесь реально в очень тяжелой, затруднительной ситуации. И, к сожалению, мы ничем вам не можем помочь. Но ваша ситуация мне очень знакома. Я бывал в этой же ситуации, когда вопрос касался бороды. Когда говорили, что должны все сбривать бороды. И ты такой один с бородой. И это значит, что ты пошел против системы. Ты не повинуешься. Ты выходишь против течения. Понимаете? И на тебя устраиваются рейды. Тебя просто из-за твоего внешнего вида. Тебя уводят из машины. Тебе говорят, что тебя куда-то будут доставлять. Тебя останавливает Ислам Кадыров. Дергает тебя за бороду. Задает тебе какие-то вопросы из-за этого. Это вот то же самое сейчас будет и с вами. Из-за того, что вы просто не побрились на лыси. В общем, Аллаху собр. Пусть Аллах дарует вам терпение и укрепит вас. Те, кто из вас побреются. Побреют свои головы. Для того, чтобы не рисковать и сохранить себя. Эти люди, их нужно понять. И ни в коем случае их нельзя осуждать. Те, которые это не сделают и пойдут против системы. И этих людей мы также понимаем и уважаем их выбор. Поразительно наблюдать за кадыровцами, которые что-то говорят. Там Хуза, там Ях, Юхс, Хуза Маршал. Типа мы здесь свободны. У нас тут честь, достоинство. Там бла-бла. Мы хозяева в своей республике. Вы не хозяева собственных волос на голове. Какие вы хозяева республики? О чем вы говорите? Кто из вас имеет мужество сегодня? Просто не побрейте свою голову. Станьте хозяевами своих волос. Вот я вызов вам делаю. Кто из вас есть самый мужественный? Пусть он сегодня объявится, не побрив свою жалкую, ничтожную голову. Покажитесь, пожалуйста, самый мужественный. Докажите нам, что вы являетесь хозяевами хотя бы своих волос. Не говоря уже о своих домах, о своих женах, тем более о республике. Об этом мы даже не говорим. Просто будьте хозяевами своих волос. Докажите нам, что вы являетесь хозяевами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok